Зачем интенсив – магия вязания для опытных вязальщиц? Ведь они уже умеют как-то пересчитывать модели, даже если они находят и покупают какой-то мастер-класс, они умеют пересчитывать, они могут уже использовать тот багаж, те свои наработки, те свои конструкции, свои чертежи. Зачем им нужен интенсив? Зачем? Смотрите, вообще творчество – это, мы все понимаем, это такой всемирный интернет, где есть все невообразимые идеи, огненные, замечательные, те, которые будут трендом в моде, те, которые будут вообще просто все шеи сворачивать, будут, если такую модель мы сможем сделать. В общем, это бесконечное пространство для самых замечательных идей. Но попадать в это пространство не всегда получается так уж легко. Что называется, дверь туда охраняет серьезный охранник. И один из способов попадать все-таки туда – это, что называется, так, как я это чувствую, лететь головой вниз в пропасть неизвестности. Что это за пропасть неизвестности? Это когда у нас нет никакой идей, я не говорю уже про чертежи, про то, что все просчитано, про то, что мы идем вязать, и у нас уже все есть, и, в общем, все образцы сделаны, и все понимаем, что для чего. А вот так вот, без идей, без расчетов идти и вязать, а еще то, что это ж надо нитки тратить, а их жалко, они-то все дорогие и шикарные, как их тратить, как это вот идти в неизвестность, я ж могу их испортить. И время, а время самое дорогое, вот что я пойду, и буду что-то там такое пробовать, какие-то пробы, да знаю я все эти пробы, зачем они мне нужны, умею я это делать, зачем мне идти и заниматься ерундой, у меня и так дел полно. Но в этом как раз и суть, это как раз и есть тот охранник, который говорит, не-не-не, не надо нам эффективность, ты уже все знаешь, ты уже такая опытная, зачем тебе вообще вот это все, не надо, оставь, это все, ты уже все это проходила, все это известно. Но в том-то как раз и дело, что каждый раз, когда мы ныряем в эту неизвестность, мы находим там подарки и неожиданные подарки. Это настолько чудесно, непредсказуемо, неизвестно, что из нас самих может получиться, какая очередная находка, неожиданность ждет нас там. Понимаете, в чем суть? И я сама не знаю, я сама каждый раз ощущаю очень некомфортно, когда иду делать что-то, что я никогда не делала, и я могу ошибиться, я могу там время потратить, и вообще его всегда неимоверно жалко, вот больше всего жалко времени. И всегда появляется что-то неожиданное, и оно вознаграждает за вот это потраченное время, и оно даже не потраченное. Поэтому я приглашаю вязальщиц сейчас, опытных, те, которые все умеют и знают, прыгать в эту неизвестность. А еще мы будем загадывать желания, вязать, вот думать о том, о чем мы мечтаем, что мы хотим в этом новом году, и для себя, для близких, для своей страны, для своего творчества, для своей работы. И мы будем об этом думать и вязать. И вы понимаете, вот эта энергия нашей мысли, позитивная, творческая, будет проходить через наши руки, через кончики наших пальцев, и двигать этой кареткой или спицами, что мы будем делать. И вот это будет чудесно, и вот этот результат совершенно непредсказуемый, совершенно непонятный, неизвестный. Но мы-то знаем, опытный, что он-то есть, что он обязательно придет. Вот это чудо, магия вязания. И Новый год дает ему особую силу. Приглашаю вас. Приходите, девчонки, те, которые уже опытные, вас жду, потому что у вас будут огненные результаты. Я это просто знаю. Сколько уже моих студенток именно такие получали. И вы сами знаете об этом. Приходите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.